Привет, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня по опросу, который я устраивала в группе, мы будем изгаляться над вот этими ботинками. В чём у них проблема, я вам покажу. Они все облезли и в какой-то степени хотят есть. Ну, я тут, конечно, суперклеем заклеила, но эти ботинки связаны ещё с историей о магазине, в котором я работала. Потому что, когда я сидела за кассами, куда-то позвали, этот ботинок взял и разошёлся. Мне пришлось покупать секундный клей, чтобы его заклеивать, и я скажу так, что, в принципе, секундный клей для таких дел вещь весьма хорошая. Потому что он реально хорошо заклеил. Но пришлось выдать весь тюбик. Правда, наверное, не буду прям чистовой вариант вам показывать, ну, типа, как его делать. Зато немножко поэкспериментирую с окрашиванием и возможной заменой базы для краски ботинок. Потому что база, по идее, должна быть эластичной, гибкой. Чтобы на неё наносить кожу, собственно говоря, вот эта вот краска для кожи. Это для прекрасных зверей дермантинов и искусственной кожи. Выглядит оно вот так. Я не знаю, будет ли вам видно. Тут на задней стороне ещё инструкции. Ну, кому надо, тут посмотрят. Либо спросят у меня в комментариях. Переходим к первому ботинку. Для этого мы возьмём ватный диск и нанесём на него немножко краски для обуви. Прошу прощения, вот один ботинок у меня уже покрашен, потому что я снимала это видео ещё неделю назад, потом у меня были траблы, и потом я поняла, что это видео не сохранилось. Поэтому мы смотрим на ботинок. На ботинок давай фокус. Вот видите, он подранный такой. Его по-хорошему нужно прошкурить наждачкой. Наждачкой? Наждачной бумагой? А не шкуркой. Шкурка на задницу. А наждачка – это абразивная бумага. Вот. И смотрим. Я тут уже нанесла несколько слоёв этого крема. Вот. Здесь, по-моему, должно быть видно. Вот. Ну, видно. А это, по-моему, будет уже пятый слой. И аккуратненько прокрашиваем ботинок. Возможно, это место уже не будет видно. Ну, то, что на нём нет кожи. И сейчас мы попробуем использовать вместо грунта, вместо базы замазку. Обычную школьную замазку. Я понимаю, что этим способом я вряд ли восстановлю ботинки. Но, нет, их можно восстановить. Ну, хотя это будет довольно долгим процессом. Слишком долгим. Когда-нибудь я к нему вернусь. Можно модернизировать, типа, шипами с Алиэкспресса какие-нибудь, да? Можно купить разноцветные шнурки. А можно взять просто краску акриловую. И на старых ботинках что-нибудь нарисовать. Я думаю, это будет тоже весьма интересно. Ну, в общем, вот. Мы попытались восстановить ботинки. Я потом, возможно, их восстановлю акрилом. Но, типа, разрисую. Да. Если я буду это делать, я, наверное, сниму видео и тоже покажу вам, как это делать. А если кто-то пробовал, обязательно пишите в комментариях, какие успехи у вас в этом деле были. Или что вам может быть? И простите за то, что я очень долго не выкладывала видео. У меня, правда, были траблы. Серьезные траблы. Кто-то смотрел до этого момента. Молодец. Кстати, вот тут вот написан Себастьян Хуан. Это мой донатер. Я буду вешать листочки с никами донатеров, которые мне помогают, которые мне донатят денежку и помогают развиваться. Вот им большое спасибо, в частности. И ещё раз всем спасибо за просмотр. И пока!